У понятия манипуляции плохие коннотации. Когда вы слышите слово манипуляции, вам всегда кажется, что речь идет о чем-то плохом. Но проблема состоит в том, что вы точно такие же манипуляторы, как и все остальные люди. Все мы пытаемся добиться от других людей чего-то, что нам нужно. И в каких-то случаях мы называем это манипуляцией, а в каких-то случаях нет. О том, какие бывают манипуляции, я рассказал внизу, в посте вы это прочитаете. Но главный принцип, мне кажется, нужно усвоить. Если мы все манипуляторы и ничего с этим не сделать, то, может быть, самое важное научиться работать вин-вин, чтобы когда вы что-то получаете от другого человека, вы что-то и давали ему взамен. И желательно то, что ему на самом деле нужно. Конечно, никому из нас не нравится, когда нами манипулируют. Но здесь важно понять, почему человек совершает какие-то действия, которые вы воспринимаете как манипуляцию. На самом деле причин не так много. Первая причина связана с инстинктом самосохранения. Он чувствует себя в небезопасности и пытается как-то воздействовать на вас, чтобы увеличить ощущение собственной безопасности. Это может быть социальный инстинкт, иерархический. Когда ему важно быть наверху, не чувствовать себя в неуважительной или какой-то слабой позиции, тогда он тоже вами может манипулировать, потому что ему хочется на этот верх забраться. И третье – это желание восхищения, желание, чтобы вы обратили внимание, желание, чтобы вы хотели его. И если это желание у человека есть, то он, конечно, начинает манипулировать вами, и вы можете чувствовать дискомфорт и раздражаться. Но поймите, зачем он это делает. Это важно. Почувствуйте разницу между понятием манипуляции и подстройкой под другого человека. Ну, вроде бы тоже выглядит как-то лицемерно, но давайте подумаем. Вот другие люди, они по-другому воспринимают окружающий мир. Если вы читали «Троицу», то знаете, что есть вообще три разных способа моделирования реальности. И для того, чтобы человек вас услышал и понял, вы должны говорить с ним на его языке. А у конструктора он не такой, как у рефлектора, у рефлектора не такой, как у центриста. И вам нужно научиться подстраиваться для того, чтобы доносить свою мысль до другого человека. Это может выглядеть как манипуляция, но на самом деле это проявление уважения и заботы, потому что вы хотите добиться взаимопонимания, а для этого нужно уметь говорить на языке вашего партнера.